Привет всем, кто сейчас смотрит канал Хабар 24. В эфире репост. Интересных новостей в сети сегодня достаточно. Устраивайтесь поудобнее. Стартуем. Выходные закончились, телеграммеры провели опросы. Мнения разделились. Одной половине все понравилось, другой хочется продлить веселый настрой. Так и продлим. Всех удивил твит Акима Алматы, в котором Бакаджан Сагентай сообщил о результатах рейтинга, составленного британской консалтинговой компанией. В общем, Алматы вошел в топ-100 лучших в мире городов для студентов. По таким критериям, как средняя стоимость жизни и аренда жилья, скорость интернета, количество вузов, входящих в международные рейтинги, наш город занял 76 место. Если в Алматы исследователи посчитали аренду доступной для студентов, то где тогда выше, спрашивают комментаторы. И Алматы грамм уточняет, лидерами международного рейтинга стали такие мировые города, как Токио, Сеул, Квебек и Аделаида. А Алматы расположился сразу за Нью-Йорком, опередив Варшаву. И все надеются, что обогнали мы их по доступу к качественному образованию, а не по ценам. К слову, Москва в этом рейтинге оказалась на 84-м месте, а Петербург на 98-м. За последний месяц мы уже столько раз говорили про цифровые фермы и майнинг криптовалюты, что немножечко подустали от этого. Но мимо следующей новости просто нельзя пройти мимо. Канал «Что происходит в Казахстане» сообщает, что полицейские выявили нелегальную контору по добыче криптовалюты в сельской глубинке. Майнинговая ферма работала возле Тимиртауна, окраине поселка Актау. Десяток контейнеров с находящимися внутри компьютерами были подключены к электроподстанции. Все прям как мы представляли. А обнаружить их удалось легко. Просто жители села стали наблюдать сбои в подаче и напряжении электричества. Это никому ничего не напоминает? В общем, мощности не хватало настолько, что в квартирах даже гасли лампочки. Свои претензии к качеству предоставления услуг они озвучили Акиму Тимиртау во время его рабочей поездки в поселок. И при обследовании выяснилось, что на окраине села есть 10 контейнеров, внутри которых находится оборудование для майнинга криптовалюты. От контейнеров исходил гул. На место тут же вызвали полицию. Тимиртау Таймс дает веселых подробностей. Земельный участок, на котором стоят контейнеры, оформлен на компанию по производству цемента. Но предприятие сдало землю в аренду местной компании, которая занимается электросетями. А эта фирма, в свою очередь, сдала землю в аренду физическому лицу. Его сейчас ищут в Алматы. А вот как выглядит география участников найденной фермы. И в ней прекрасно все. Южная Корея, Турция, Караганда. Ну, раз уж о майнинге заговорили, канал «Наша газета» говорит, что в Кустанайской области жители просят сообщать о нелегальных майнерах. Ориентироваться, видимо, будут по шуму и падению напряжения в электросетях. Судя по сообщениям, сейчас это актуально. Учитывая низкие тарифы на электроэнергию, в нашей стране многие криптофермы оказались нелегальными. Майнинг создает повышенную нагрузку на сеть, что негативно влияет на качество электроэнергии и приводит к росту аварийности в сетях. Сейчас в Кустанайской области начали работы по установлению серых майнеров, использующих производственные мощности ради собственной выгоды. Телеграмеры шутят, когда решишь стать серым криптофермером, есть шанс намайнить лишь полицейских. Еще одна история из регионов, которая прокатилась по соцсетям и докатилась до нас. У телеграмеров есть прекрасный пост, и там очень интересный способ привлечь людей к чтению, конечно. В январе в исправительных учреждениях Карагандинской области запустили пилотный проект «Чтение без границ». Прочитав несколько произведений художественной литературы, можно было получить поощрение, что и решила сделать одна из участниц проекта. Прочитав в общей сложности 10 книг, успешно рассказав суть их содержания и имея два поощрения, она получила условно-досрочное, сократив себе срок на три года. Герой следующего поста хотел обмануть систему, и получилось. Фейсбукчане рассказывают веселые новости с юга. Полицейские Туркестанской области задержали молодую невестку, оформившую кредит на свекровь. Женщина узнала о долге, когда к ней пришло извещение из банка. Деньги невестка потратила на собственные нужды. В комментариях началось безумие. Сетевики даже придумали свой смешной вариант подписи к истории. Келинка Сабина, возмездие? Ну а все. В соцсетях есть еще много интересного. Заходите, читайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok